МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Без крыши. Когда начнется ремонт сгоревшей в Барнауле многоэтажки? Реальная картина, сколько всего погибло пчел в крае и как остановить беду? На гребне волны, почему заморские соревнования по векбордингу прошли именно в Барнауле? Сегодня в крае озвучат сумму ремонта сгоревшей крыши дома на Северном Власихинском в Барнауле. Деньги поступят из городского резервного фонда. Восстановительные работы на крыше начнутся уже на этой неделе. Жители дома, чьи квартиры пострадали в пожаре, могут обратиться в Министерство соцзащиты края и городское управление по соцзащите за помощью, предоставив справку об ущербе. Напомним, крупный пожар, в результате которого полностью выгорела крыша дома и пострадали десятки квартир, произошел вечером 10 июля. Потушить пламя удалось лишь к утру следующего дня. Предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнем. Жители считают, что к такому масштабу разрушения могла привести неисправная вентиляция. Они уже обратились в прокуратуру. Ведется расследование. Всего 4 тысячи из 180 пчелосемей погибло в крае по официальным данным регионального Минсельхоза. Пчеловоды с такой цифрой не согласны. Они уверены, потери в несколько раз больше. И пострадала, можно сказать, половина районов Алтайского края. Причина пчелиного геноцида, уверен председатель Союза пчеловодов региона Сергей Тастан, химическая обработка рапса. Несмотря на гибель насекомых, обработка полей продолжается, рассказал Тастан. Сейчас в Алтайском крае и во всей стране никто не контролирует ввоз и использование пестицидов. В 2011 году Минэкономразвитие снял эти обязанности с Министерства сельского хозяйства. Алтайские пчеловоды завтра на заседании в Госдуме постараются вернуть их назад. Кроме того, обсудят федеральный закон о пчеловодстве, которого сейчас в регионе нет. У нас уже лежит в Госдуме несколько лет федеральный закон о проекте о пчеловодстве. Наверное, ему пришла пора уже, потому что многие регионы и на основе нашего закона о пчеловодстве Алтайского края принимают. И нужен теперь федеральный закон. Сергей Тастан уверен, что у пчеловодов есть все шансы превратить законопроект в действующий закон. Напомним, с массовым мором пчел столкнулись еще в десятках регионов страны. В том числе Удмуртии, Республики Мариэл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях. Дым, который накрыл Барнаулу в минувшее воскресенье, могло принести из Красноярского края. На территории нескольких районов соседнего региона действует 85 лесных пожаров. Горит свыше 270 гектаров. В МЧС Алтайского края подчеркивают, что сейчас действующих лесных пожаров на территории нашего края нет. Но в Красноярском смог продержиться еще несколько дней. А по данным гидрометцентра, роза ветров поменялась еще в начале дня и свое направление. Вчера сильнее всего запах горя ощущался в Барнауле, а также Ключевском, Мамонтовском, Ребрехинском и Косихинском районах. В ближайшие дни дым, возможно, вернется в край. Медики не рекомендуют выходить без особой нужды на улицу. При сильном запахе нужно закрыть окна и проложить возле щелей влажное полотенце или любой текстиль. Так вы будете препятствовать попаданию дыма в помещение. Более 12 тысяч уголовных дел и свыше 160 килограммов наркотиков. Всего за полгода в Краевом управлении МВД подвели итоги работы. Коллегию провел начальник главного управления МВД России по краю генерал-майор полиции Андрей Подолян. В мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, а также представители Краевого законодательного собрания, Общественного совета, руководители правоохранительных структур, ветеран УВД, начальники территориальных органов внутренних дел края. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за достигнутые позитивные результаты работы. Он уделил внимание основным направлениям деятельности полиции региона, пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП, профилактика детской и подростковой преступности и другим. Виктор Петрович отметил также важность профилактической работы и привлечения к ней населения, а также предложил ведомству совместно с муниципалитетами проработать вопрос о поощрении граждан, членов добровольных народных дружин, наказывающих содействие органам внутренних дел. Выразить благодарность сотрудникам Главного управления МВД по Алтайскому краю и его территориальным подразделениям за тот позитивный, без сомнения, результат нашей большой совместной работы, который был достигнут за истекший период. В целом, в первом полугодии 2019 года органами внутренних дел края расследовано более 12 тысяч уголовных дел. Более 950 уголовных дел возбуждено в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Из оборота изъято свыше 160 килограммов наркотических средств. На коллегии также были рассмотрены приоритетные направления деятельности органов внутренних дел, которые предстоит реализовать в ближайшей перспективе. Среди них в том числе обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период предстоящих в сентябре этого года выборов. Сергей Зыков, пресс-служба главного управления ВД России по Алтайскому краю, специально для программы «День с толком». Барнаул впервые в истории принял старты чемпионата страны по вейкбордингу. В наших широтах этот экстремальный вид спорта пока считается экзотическим, хотя в той же западной части России гораздо популярней. Как раз оттуда и приехала большая часть, как они себя называют, райдеров. Быть может, поэтому особого ажиотажа среди местных зрителей не наблюдалось. За необычными водными процедурами наблюдал Кирилл Политов. Их называют мастерами водной акробатики. Впрочем, судя по вот таким кадрам, не зря для многих просто встать на доску и при этом двигаться за катером уже проблема. Для них это элемент по умолчанию. Со стороны этот вид спорта чем-то напоминает сноуборд, хотя ближе всего похож на серфинг, когда райдер пытается укоротить волну. Здесь есть трос, катер, за отведенные метры нужно успеть показать все накопленные умения. КГБ, фронтфлип, орбитал – это лишь малая часть азбуки трюков. Это сложность трюка, качество его исполнения и общее впечатление. На английском мне как-то георгий говорил. Да, это сложность, это интенсити, исполнение – это экзекьюшн, и композиция – это композиция, это общее впечатление. Вместо привычных Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда – Барнаул. Впервые в истории краевой столицы доверили столь статусный турнир. Разрезали волну в акватории городского пляжа. Из минусов, уверяют спортсмены, подвыпившие, отдыхающие, качество самой воды много песка. На такой смеси и глубине, говорят, сложно показать свой уровень. На самом деле для вейкборда идеальные условия – это когда идеально ровная вода, достаточно глубокий водоем, чтобы волна могла встать, потому что в катер загружены порядка тонны балласта, да, он едет, ему нужно продавить воду, здесь глубина всего полтора метра, ну здесь, конечно, волна нужная, она не встает просто. Выступление Барнаульца Александра Бослира ждали с особым трепетом. Все-таки наш, да, чемпион, еще в таком экстремальном виде. Вот только заезд не получился. Сначала подвела доска, сломалась крепление, после – уже мастерство. В принципе, я рад, проехал больше половины программы. Бывает разное в жизни, не стоит останавливаться, сдавать назад, нужно стремиться дальше, продолжать. Возможно, после этих стартов желающих приобщиться к вейкбордингу станет больше. Правда, доска, катер, гидрокостюмы, вечно зеленое лето для тренировок стоят недешево, позволить себе может не каждый, тем более в Барнауле. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Да, жаркие летние деньки особенно приятно провести вне дома. Можно порезвиться всей семьей на водных аттракционах или у открытого бассейна. Этим порадует семейный парк развлечений «Орликино». Мы продолжаем серию наших розыгрышей и рады объявить новый старт. Приз – сертификат номиналом 1000 рублей на аттракционы. Для этого подписывайтесь на инстаграм «Толка» и парк развлечений «Орликино». Отмечайте двух друзей в комментариях. Новый розыгрыш стартует, уже стартовал 12 июля, и продлится ровно неделю. Итоги подведем в пятницу, 19 июля. Ну что ж, через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». У меня к этому часу все новости. Итоги дня подведем в вечернем эфире. dni ведраю. Продолжение следует...